Добрый день, в эфире ИРАБУНК ТВ. У нас в гостях сегодня директор Центра Европейско-Азиатского исследования Андрей Геннадьевич. Понятное дело, что очень многие ждут более активного участия со стороны миротворческого контингента в контексте Бакадра-Лачинского коридора. Знаю, что у Армении создается впечатление, что миротворцы могли бы участвовать более активно. Россия выступает в качестве посредника. Хотелось бы, чтобы эти вопросы решились мирно. Вы совершенно правомерно задали мне с первого вопроса в контексте обеспечения безопасности Армении в любом случае. И действительно, эти вопросы являются сейчас достаточно принципиальными, сложными. Здравствуйте, Андрей Геннадьевич. Добрый день. Андрей Геннадьевич, вот уже 7 месяцев, что Арцах, вы знаете, в блокаде, да? Почему российские власти так нерешительны в открытии Лачинского коридора? Потому что в этот момент российский имидж, мы видим, что падает. Почему Россия так нерешительна в открытии Лачинского коридора? Я понял ваш вопрос. Ну, где-то в июне как раз исполняется 2,5 года нахождения миротворцев в Нагорном Карабане. Вот по тому трехтороннему соглашению, который был подписан по итогам встречи в Москве между тремя президентами. Я могу вам сказать, что в принципе была такая, знаете, энергетика задана. Ведь мандат миротворцев предполагал, что за вот эти предстоящие 5 лет нахождения миротворцев все стороны каким-то образом придут к мирному соглашению. Но увидел. Мы видим, к сожалению, да, ситуация пошла не совсем по тому руслу. Причин, почему так прошло, можно очень долго их перечислять. То есть, в принципе, мы, как, в общем-то, политологи ожидали, что на постсоветском пространстве сложится такой первый кейс мирного решения вот этого сложного территориального вопроса, во всяком случае. И вот я понимаю, что особый статус миротворцев не предполагал какого-то такого насильственного участия, которое тогда было, да, инструментов, большого набора определенных инструментов вот такого силового воздействия. Это был вопрос согласованный между двумя странами, участниками конфликта. Ну да, действительно, прошло два с половиной года. Потом сейчас поставил, потом стоит КПП со стороны Азербайджана. Второй момент, в чем еще я понимаю, что со стороны действительно создается впечатление. И читая регулярно армянские новости о многих интернет-ресурсах, информационных ресурсах, понятное дело, что очень многие ждут более активного участия со стороны миротворческого контингента в контексте вот блокады Лачинского коридора. Кстати, хочу сказать, что Азербайджан эту блокаду постоянно опровергает. Да, во всех встречах, какие были, о том, что грузы и все остальное двигается беспрепятственно, идет досмотр только на то, чтобы не поставлялось вооружение. Вот, то есть, по всей стране грузы могут проходить беспрепятственность. Эти вопросы ставятся. Следующий осложняющий момент, но, может быть, не осложняющий, это то, что, в общем-то, премьер-министр Армении заявил, ну, уже, в общем-то, получается, даже не один раз, о том, что Армения признает Карабах частью Азербайджана. В общем-то, так сказать. И здесь я понимаю, что некие вопросы действительно могут появиться и в том контексте инструментов воздействия. Пока, наверное, да, действительно, у миротворцев есть инструментарий. Это только убеждение, это решение определенных конфликтов с помощью, так сказать, элементов диалога с противоборствующими сторонами. Со стороны я знаю, что у Армении создается впечатление, что миротворцы могли бы участвовать более активно. Ну, я полагаю, что... И Маку не могут? Ну, я здесь могу вам сказать, что, на мой взгляд, они делают то, что могут в данный момент. Какие-то иные элементы, наверное, находятся за руслами не столько мандата, сколько необходимость дальнейшего политического диалога. Но, к сожалению, наверное, на сегодняшний момент вот для российских политологов, ну, во многом элемент подписания мирного договора, он ушел с российской площадки или, да, или не то, что ушел, а, так сказать, перешел частично на площадки иных стран. И мы, например, как политологи, не знаем, о чем там говорят российские. Вот сегодня делегация Армении находится в Вашингтоне. Там идет, как бы, опять очередной разговор о подписании мирного соглашения. В этой ситуации, причем он касается зоны размещения российских миротворцев. Откровенно говоря, я не знаю, может быть, конечно, политические власти России знают, о чем там говорят, но мы, как российское экспертное сообщество, не знаем никаких особых, о чем там говорят, да, какие там договоренности. И это, конечно, несколько вот, такое количество переговорных площадок несколько усложняет и политическое решение, в том числе, наверное, по уточнению мандата миротворческого контингента. В этом есть действительно проблема, я согласен с вами, но она, проблема сопряжена еще и с тем, что, в общем-то, самих по себе переговорных площадок стало огромное количество. И, по большому счету, для того, чтобы уточнить точный мандат, мы не знаем, собственно, во всяком случае, мы, как российские эксперты. Я могу вам сказать, что я каждое утро начинаю с новостей в Армении, и я не знаю, на самом деле, какие условия обговариваются между Арменией и Азербайджаном в контексте мирного договора и, в общем-то, в контексте урегулировать ситуацию в Карабахе. Андрей Геннадьевич, в этом контексте, какое будущее будет ждать Арцаха сейчас? Мне сложно предполагать, потому что Россия выступает в качестве посредника. Хотелось бы, чтобы эти вопросы решились мирно. А анонсирован был мирный договор где-то два месяца назад в медиапространстве, в том числе устами премьер-министра Армении, о том, что он будет вскоре подписан или еще. Насколько я понимаю, неподписан идет какая-то, так сказать, ну, наверное, не такая непубличная, да, подбирая слова, непубличная работа по его согласованию. На мой взгляд, видимо, там могут обговариваться, так сказать, условия проживания армянского граждан, армянского населения на территории Карабаха. Если Армения, конечно, признает это в составе Азербайджана. Мне несложно сказать, потому что я полагаю, что надо просто знать, что предполагают эти условия армянского мирного договора, армянско-азербайджанского мирного договора, на каких условиях он вводится, какие гарантии даются армянскому населению и тому подобное. В принципе, он, понимаете, должен быть элементом публичности в каком-то из моментов. И тогда мы будем говорить, на каких условиях и что ждет народоговорного Карабаха. Но, насколько я понимаю, один из подходов политического руководства Армении в данной ситуации, это признает, что Карабах является частью Азербайджана. Во всяком случае, про это было объявлено. Это не принято, понятное дело. Это еще одна из гипотез. Я полагаю, что Армения – это парламентская республика. И я полагаю, что все эти соглашения еще будут обсуждаться и парафироваться в парламенте. Вот, то есть, где все фракции выразят своего отношения к этому договору. Его внесет, наверное, правящая партия в данный момент. И мы увидим, в конце концов, что вносится. И каким образом там будет как раз, какие условия, так сказать, этого мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. На сегодняшний момент, честно вам могу сказать, что наличие большого, понимаете, ситуации получается, если со стороны такого, как российского эксперта, если бы она российская площадка, раньше было понятие брифингов, раньше были примерно публикуются условия, но потом площадок стало несколько. Это стала ситуация в Брюсселе, это потом на сегодняшний момент в Вашингтоне. О чем там говорят? Тоже ведь, в общем-то, наверное, не хотелось бы, чтобы российский миротворческий контингент оставался в каком-то ситуации в крайнем, да, вот за какие-то элементы там непубличной договоренности. Поэтому я понимаю, да, что, наверное, вопрос об уточнении мандата, его должны вести две стороны, в том числе Азербайджан и Армения, все это велось на российских площадках, вот, если так почему, потому что миротворческий контингент веден по согласованию с двумя участниками конфликта, с Арменией и с Азербайджаном. Обращаю внимание, что если хоть одна сторона откажется от подления миротворческого контракта, вернее, согласен на размещение там миротворческого контингента, российский миротворческий контингент уйдет. Вот они были обоюдно признаны как миротворцами, действительно, поэтому, кстати, в этом смысле они признаны не только Арменией, но и Азербайджаном, как элемент там нахождения. Вот, ну, я повторюсь, сейчас уже экватор, два с половиной года они провели. Действительно, наверное, возникает вопрос об уточнении их мандата, о том, что они могут, их полномочия. Есть, понимаете, недовольственные миротворцы высказывают обе стороны. И любой конфликт, кстати, трактуется, так сказать, там, да, я понимаю, что там, к сожалению, происходят иногда перестрелки, да, и каждая страна трактует свои, если мы читаем, например, не новости из Армении, а в Азербайджане, что миротворцы не вмешались, не остановили армянскую сторону, если мы читаем в Армении, что миротворцы не вмешались, не остановили азербайджанскую сторону. И вот нахождение между двумя огнями, причем, в общем-то, в данных ситуациях не особо прозрачных условий договоров, это, конечно, очень сложная амплуа, честно вам могу сказать. В этом контексте, Андрей Геннадьевич, как вы оцениваете российско-армянские отношения в сфере экономики, культуры? Ну, мы, как бы, с вами все равно должны исходить из того, что они во многом, в том числе, конечно, определяются вы совершенно правомерно задали мне с первого вопроса в контексте обеспечения безопасности Армении в любом случае. И действительно, эти вопросы являются сейчас достаточно принципиальными, сложными и так далее. Но продолжается и реально другое какое-то взаимодействие. Ну, наверное, я скажу о знаковом экономическом и политическом событии, которое произошло недавно в Российской Федерации, это Петербургский международный экономический форум, который прошел недавно. Его посетила делегация Армении, его посетил президент Армении, его посетил генеральный прокурор Армении. Была встреча с нашим генеральным прокурором Российской Федерации, подписано соглашение о сотрудничестве. Насколько я понимаю, было оглашено приглашение представителям Российской прокуратуры принять участие в мероприятиях, посвященных 105-летию прокуратуры Армении. И была договоренность о том, что в Санкт-Петербургском филиале института университета прокуратуру будут готовиться кадры для Республики Армении. Это первый момент, который тоже есть. В рамках Петербургского экономического форума была обсуждена и парафирована карта о туристическом взаимодействии и сотрудничестве. Предусмотрен ряд индустриальных встреч между бизнес-организациями и государственными организациями в сфере туризма, регулярным об увеличении туристического потока со стороны России в Армению. Я хочу вам сказать, что в нынешних реалиях, вы знаете, что в условиях санкций выезд граждан на территорию других стран, где европейского он затруднен, но Армения – это прекрасная альтернатива. Но это не только альтернатива, это определенные инвестиции в экономику Армении. В туристической сфере, а российских туристов здесь очень много. Ну и здесь надо… То есть перспективы армянской… Да, обсуждались, да, это с одним из временем стратегического сотрудничества. Это все, что обсуждалось в ситуации Петербургского международного экономического форума. Ну и плюс там шел разговор о подключении Армении к технологической платформе фонда «Сколково» в рамках уже соглашения по Евразийскому экономическому союзу. Это, пожалуй, первые такие элементы, если мы говорим вот чисто недавних таких элементов, какие есть. Ну, давние и постоянно идущие разговоры, конечно, это о том, об участии Армении в транспортном российском коридоре север-юг. Он, кстати, уже работает. Каково участие армянского? Ну, это транзит, он идущий по территории Ирана, по территории Ирана, Армения, Грузии, Верхний Ларс Российской Федерации. Да, и об активном участии вот этих вот автомобильных, автомобильных перевозок. Идет разговор об оптимизации, о загрузке и по всем остальном. То есть это, по большому счету, Армения, она является транспортным хабом между Россией и Иранскими портами. В том числе, вы знаете, что один из иранских портов на сегодняшний момент арендован Индией, это я имею в виду Чебахар. Вот идет разговор о транзите грузов из Чебахара, Чебахар и дальше по территории Ирана, Армении, Грузии, Верхний Ларс Переход и идут эти грузы на территорию Российской Федерации, соответственно, туда и обратно. Поэтому загрузка этого транспортного потока и максимизация приводит к определенному элементу встраивания армянских перевозчиков, армянских товаров, армянских товаров вот в эти трансграничные транспортные потоки. Это еще одно из направлений, но оно идет в рамках постоянного. Это не является элементом петербургского экономического форума, это разговор, который шел давно. Ну, что я еще хочу сказать. Западные компании на сегодняшний момент, многие из них ушли российского рынка, у нас появилось большое количество вакантных торговых площадей и торговых центров, которые начали заниматься производителями из стран Евразийского экономического союза. В том числе и Армении? В том числе и Армении, но хотелось бы предложить более активному участию, потому что ушли производители, многие европейские, оставляя эту нишу. Эта ниша постепенно занимается турецкими, китайскими и индийскими производителями, в том числе и российскими. Да, и производителями со стран Евразийского экономического союза, я имею ввиду продукции легкой промышленности, это область и все остальное. Есть определенные товарные позиции, какие характерны для Армении и этого, в принципе, армянские производители могут активно участвовать. Я уже не беру про то, что Армения была традиционный экспортер продуктов питания на российский рынок, и этот рынок на сегодняшний момент, в принципе, спокойно принимает армянскую продукцию, с каждым днем становится все больше и больше. Я здесь далек, знаете, о мажорных вариантах, что это все очень хорошо и тому подобное. Ну и что я хотел сказать еще, наш Центр европейско-азиатских исследований располагается в городе Екатеринбурге, и вы знаете, что в Екатеринбурге традиционно проходит, я не знаю, может быть, не знаете, я еще в очередной раз ее подчеркну, да, у нас проходит традиционная главная российская промышленная выставка, это место проведения ее в Екатеринбурге, называется она Инопром. Она сейчас будет проходить с 10 по 13 июля, она обычно проходит в середине этого месяца. Армения будет? Да, мы ждем делегацию из Армении, каждый раз обычно есть страна-партнер, в этом году это будет Белоруссия, но тем не менее в рамках этого же форума всегда проходит российско-китайский форум, промышленность всегда проходит в рамках Инопрома, и страна-партнер, который демонстрирует свои товары, технологии, которым можно знакомиться. Традиционно приезжает делегация из Армении, делегация из Армении приезжает с армянскими бизнесменами, естественно, и мы ждем активного участия армянской делегации в работе данного этого форума Инопром. То есть, ну, я, конечно, пока далек от того, что есть какие-то итоги этого работы, того, что форум еще предстоит, но, тем не менее, варианты экономического сотрудничества, конечно, не активизируются. Я могу вам сказать, что, видите, ситуация с санкционными режимами привела к тому, что, если раньше, может быть, не всегда средний крупный и малый бизнес привелял супербольшой интерес к территории Армении, потому что республика маленькая по объему потребителей, их здесь не очень много, да, то есть, а транспортные потоки, транспортные коридоры были еще не созданы. На сегодняшний момент режим санкций приводит к тому, что бизнесмены приезжают сюда делегацией за делегацией, они очень осознанны. Они ищут рынки сбыта, они ищут системы трансграничных переводов, они ищут системы транспортных коридоров для вывоза продукции за пределы Российской Федерации для экспорта, в том числе для имперта. Я имею в виду не патенционные товары, а транспортные коридоры, какие двигаются. Поэтому, конечно, это идет становление. Я понимаю, что вот есть два таких трека. Есть экономическое сотрудничество, есть вопросы в области безопасности, которые наиболее сегодня серьезны. Вы про это правильно говорите. Это связано с Нагорным Карабахом, с Мерковским контингентом и ситуация такая, какая они демаркированы границей между Арменией и Азербайджаном. И, так сказать, там ожидали большего внимания со стороны УДКБ. Хотя УДКБ говорит, что оно, в принципе, предлагает эту помощь и так далее. Это действительно вопрос очень сложный и требует очень серьезного экспертного анализа. Здесь и эти вопросы, я постоянно встречаюсь, они, если, наверное, как и вы, их армянские собеседники сдают в первую очередь. Я могу вам сказать, что наш центр работает активно с российским экспертным сообществом. Мы тоже говорим о том, что есть необходимость, да, вот такого экспертного диалога вот об армяно-российских отношениях. Но самым главным элементом, я повторюсь, что и российское экспертное, и политическое сообщество, и общественная организация, как угодно население, они всегда ее воспринимали, будут воспринимать к Армению как союзник, как дружеское государство. На сегодняшний момент эти отношения проходят сложный момент, сложный этап, вот по многим причинам. Но я полагаю, что мы с вами работаем для того, чтобы уметь обсуждать эти причины, находить решение вот подобного плана, сложных вопросов. Они действительно сейчас есть. Ну, кстати, между нами говорили не во многие времена это были. Может быть, сейчас и наиболее яркие в контексте того, что идет как раз ситуация с мирным договором и ситуация Нагорного Карабаха, что является, конечно, очень сложным элементом для Армении, и я здесь прекрасно это понимаю, весьма сложность. Сложность и чувствительность, да, как это принято говорить, ну, важность, давайте даже так подчеркнем, это вопросы для армянского сообщества и позиции России в этом вопросе. Здесь нет у меня никаких особых иллюзий. Да, это сложный вопрос, и я полагаю, что его необходимо, конечно, его вносить какие-то критивы, урегулировать на высоком политическом уровне с участием политического руководства и России, и Армении, и Азербайджана, кстати, вот на российских переговорных площадках. Спасибо за интересную беседу вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова